Добрый вечер! Вы смотрите программу События. Сегодня в выпуске. Принцип одного окна. Механизм запущен и работает практически без сбоев. Стать городу краше помогут молодежные стройотряды. Владислав Котт. Чемпион Беларуси по тайландскому боксу. А теперь на эти темы подробнее. Реализация принципа одно окно началась чуть больше года назад. За это время запущенный механизм стал набирать обороты, практически не давая сбоев. Так охарактеризовала работа управления по труду, занятости и социальной защите начальник Татьяна Демьянчик. Внедрение принципа одно окно кардинальных мер в работу управления по труду, занятости и социальной защите не внесло. В силу специфики, специалисты управления до этого свою работу строили так, чтобы обратившимся не приходилось обивать десятки порогов и стучаться в десятки дверей. Мы и раньше были сориентированы на то, что к нам обращаются люди за социальной защитой. И мы обязаны были, входил ли там тот вопрос, входил ли тот вопрос или не входил в перечень административных процедур. Мы должны были этот вопрос решить. То ли назначить пенсию, выдать необходимую справку, оформить человека в дом-интернат и так далее. И мы всегда, наша задача была оказать содействие. Ежедневно в управление обращаются около 200 человек. Спектр процедур здесь осуществляемых довольно широк. Это назначение пенсии, пособий, решение социально-бытовых вопросов, занятости населения. Процедура получения справок пока зависит от многих инстанций. Упростит ее единая электронная база данных. Мы к этому идем, но нам, допустим, может быть не нужна база всех предприятий и учреждений города. Нам необходима в первую очередь единая база с теми службами, которыми мы решаем наши вопросы. Это я имею в виду исполком, я имею в виду налоговая инспекция, потом домоуправление, то есть служба жилищно-коммунального хозяйства, где мы должны истребовать справку, скажем, о составе семьи, либо вот нам, значит, такие базы данных необходимы, совместные, чтобы мы могли быстро получать необходимую нам информацию. Но что касается других предприятий, то там у нас уже этот вопрос отлажен. А пока специалисты управления информируют своих посетителей доступными средствами. На стендах информация по всем направлениям. Здесь же брошюры, которые можно взять домой и ознакомиться подробно. На столе бланки всевозможных заявлений. А сразу у входа посетителей встречает дежурный специалист. Обязанностью дежурного специалиста является первичная консультация и направить человека в нужный кабинет. Приходят, конечно, разные люди, в основном пожилые, не могут правильно объяснить, даже сами не знают, что им конкретно нужно. Поэтому с ними нужно просто хорошо поговорить, все выяснить и отправить по нужному адресу. В народе появилось такое выражение «100 дверей к одному окну». «100 дверей к одному окну». Ну, это, наверное, это выражение появилось потому, что специалисты, которые обязаны выполнить ту или иную процедуру в том или ином государственном органе, просто недобросовестно относятся к выполнению этой процедуры. И тогда, конечно, человеку приходится, наверное, и ходить по-разному. За своих специалистов? Да, именно специалисты. За своих специалистов я ручаюсь, если даже не на 100%, то на 90,9%. Пришел, заявил свое желание и спустя назначенный срок получил результат. При отлаженной системе это удобно и посетителям, и специалистам управления, считает начальник Татьяна Демьянчик. Сегодня Белорусскому Республиканскому Союзу Молодежи исполнилось 10 лет. Накануне юбилейной даты состоялось расширенное заседание 13-го пленума районного комитета БРСМ. Делегаты пленума – учащиеся преподаватели учебных заведений, а также активисты молодежного движения. Наибольший интерес молодых людей вызвал вопрос об организации третьего трудового семестра 2007 и временной занятости молодежи в летний период. Исполняющий обязанности первого секретаря районного комитета Николай Малахов отметил, что в настоящее время активно проводится работа по созданию студенческих, сельскохозяйственных и строительных отрядов. Желающих трудоустроиться летом в базе данных уже 170 человек. Ведется работа по заключению договоров с хозяйствами и предприятиями района. У нас весь город готовится к дожинкам. И молодежь должна принять активное участие в подготовке города к встрече гостей, к празднику, фестивалю республиканского значения. Непосредственно молодежь своим трудом в составе студенческих отрядов будет трудиться на объектах, которые строятся, которые реконструируются в нашем городе. Мы планируем, что будет организована работа студенческих отрядов на укладке тротуарной плитки. Также будет организована работа четырех студенческих отрядов на объектах нашего сельского хозяйства, то есть в колхозах и совхозах нашего района по выполнению сельскохозяйственных работ. БРСМовцы обсудили вопрос об организации штаба Абитуриен-2007, основная цель которого – оказание информационной помощи выпускникам школ при поступлении. Подобные штабы будут работать в педагогическом и аграрном колледжах ПТУ-178. На заседании пленума на должность второго секретаря районного комитета БРСМ избрана Оксана Дудкина. Ее кандидатуру поддержали все члены райкома. Спасибо вам большое за то, что доверили мне такое очень важное дело – представлять нашу молодежь, молодежь Реческого района. Я бы хотела выразить благодарность тем людям, которые работали до этого до нас и приложили немало сил и немало труда для того, чтобы молодежное движение в нашем районе было сильным, плодотворным, работающим. И я надеюсь, что у нас все получится и приложу все возможные силы для того, чтобы дело наших предшественников развивалось, продолжалось и успешно реализовывалось. На пленуме также подведены итоги конкурса на лучшую первичку среди учебных заведений. Третье место заняла Холмическая средняя школа, второе – Жемуровская, но победила самая многочисленная и активная первичная организация БРСМ – ЛИЦЕ. На предприятии «Реческий текстиль» приступили к выпуску изделий с символикой предстоящего праздника Дожинки. Свидетелями выпуска первой партии стала наша съемочная группа. Первыми к работе приступили художники-дизайнеры предприятия. Они разработали несколько эскизов символики предстоящего праздника. После утверждения эскизов художественно-техническим советом к воплощению приступили ткачи. На наших старых станках АТМ, а не жаккардовых станках, мы разрабатываем изделия. Эти жаккардовые изделия, так как они разрабатываются на жаккардовых станках, то можно всевозможный любой рисунок сделать. Еще один вид полотенец выпускают на новом оборудовании. Они отличаются высоким качеством и, кроме того, символика на них вышита. Вышивка и вискозной нитью, и полиэстером. На вышивальном автомате здесь уже есть всевозможные варианты вышивки, потому что разрабатывается тоже рисунок, и любой рисунок абсолютно. И этот рисунок потом на компьютерном программе, с помощью программы вышивается на компьютере, и автомат уже вышивает. Полотенец с вышивкой у нас уже разработано где-то 3 или 4 рисунка. Выпуск полотенец поставлен на поток, и ткачи утверждают, что обеспечить сувенирной продукцией смогут всех желающих. В Могилеве прошло открытое первенство Республики Беларусь по тайландскому боксу. В нем приняли участие более 200 спортсменов не только из городов Беларуси, но и России. Десятилетний речечанин Владислав Кот стал обладателем золотой медали. Наша съемочная группа побывала в зале бокса, где тренируется юный чемпион. Своей первой наградой Владислав Кот очень дорожит. В 2005 году он завоевал серебряную медаль в битве карапузов. Что же было на битве карапузов в 2005 году? Какое место ты взял и как прошли бои? Помнишь? Я помню. Я занял второе место. Я провел три боя. Первый бой я выиграл по очкам, второй я выиграл нокаутом, а третий проиграл по очкам. И уже тогда у Влада появилась цель – стать чемпионом страны. Прошло каких-то два года. Юного реческого спортсмена уже считают опытным боксером. На его счету 20 серьезных боев, большинство из которых закончились победой. Теперь Влада по праву можно назвать яркой звездочкой муай-тай. В Могилев Владислав Кот приехал, чтобы победить. В весовой категории 32 килограмма выступали 12 юных тайбоксеров – сильнейших бойцов Беларуси. Все бои Влад провел очень красочно, особенно первый. Его соперник продержался на ринге всего 40 секунд. Ввиду явного преимущества реческого спортсмена, судья остановил бой. В первом бою вел, как спортсмена вообще, очень хорошо. То есть он был собранный, скоординированный, сосредоточенный. Он вышел для того, чтобы выиграть. То есть не просто побоксировать, а именно вышел выигрывать. И он по праву в первом же раунде и выиграл. Второй бой на чемпионате Беларуси Влад Кот выиграл по очкам. А вот финальный принес массу трудностей. Чемпионский титул завоевать не так-то просто. Однако, несмотря на разногласия судей, Влад смог взять золото. Финальный бой тоже запомнился, во-первых, потому что соперник был очень опытный. Во-вторых, потому что бой был очень такой тяжелый, насыщенный. Насыщенный всякими яркими моментами именно по амуэ-тай. То есть это были и удары ногами на дальние дистанции, это была работа в плечи, это были скрутки. То есть в этом плане было очень интересно. Я целых два дня радовался, что я стал чемпионом Беларуси. Кем ты хочешь стать? На кого будешь похожа? На папу. Свою победу и звание чемпиона Беларуси Владислав посвятил родителям Юрию и Анжелике Кот. На открытом чемпионате Беларуси рейческие тайбоксеры завоевали и три серебряные медали. Вторыми стали Дмитрий Кучко, Иван Черношей, Роман Васин. На территории города и района проходит комплекс профилактических мероприятий по предупреждению детского травматизма «Внимание, дети!». Он продлится до 29 мая. В связи с этим все транспортные средства в светлое время суток должны двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Это вся информация на сегодня. Впереди вас ждет прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. Прогноз погоды в ближайшие двое суток ожидается 26 мая. Перемена облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12,17, днем 28,33. В воскресенье 27 мая ожидается переменная облачность в отдельных районах дожди и грозы. Ветер юго-восточный и южный 5,10 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха ночью 16,21, днем 29,34 со знаком плюс.